я приветствую моих дорогих подписчиков и уважаемых гостей моего канала я представляю вам новую свою серию уроков в сфере дизайна интерьера буквально за 6 я вам обещаю за 6 уроков не к не длинных уроков вы сможете вы создать вот такой вот интерьер в и в blender 2.8 смотрите сейчас я установил естественно просмотр на рендер да вот сейчас будет подтормаживать я мышку вожу вот скорее все не хватает мне оперативы то есть видеокарты у меня все в порядке ну это я здесь накрутил на максимум на самом деле вис тут можно настройки немножечко уменьшить но сейчас не об этом это уже в финал с этим вы познакомитесь в конце а сейчас мы начнем самого простого ну давайте я наверно повращаю чтобы вы убедились что это действительно интерьер что это трехмерка вот сюда перейдем и тут сделаем вот так покрутим небольшая комната даже без двери с одним окном только для того чтобы вы смогли освоить базовые базовые знания об интерьере ну что поехали и так давайте сделаем создадим новый файл смотрите я сейчас создаю новый файл вот так сбрасываю да все настройки и мы начинаем с вами когда я создаю сцену и я вам рекомендую по умолчанию вы не можете работать а вы можете работать сальтом потому что я уже включил только что включил давайте покажу где это сделал смотрите что я имею ввиду когда говорю работать сальтом по умолчанию у вас нет возможности управлять shift alt shift и левый клик мыши вот таким образом вращать сцену вот такой вот вот так вот перемещать pen использовать и зум зумировать с помощью control alt и левый клик все делается одним кликом мне лично неудобно управлять вот так вот давить на колесико как на кнопочку это не очень удобно держать shift давить на колесико как на кнопочку иногда кажется что сейчас просто раздавлю свое колесико поэтому я вам предлагаю работать иначе давайте мы сразу настроим идем с вами в преференсис да и здесь обратите внимание вот эта галочка включаете и у вас появляется эта возможность дальше давайте включим галочку эмулейт нам под что это значит эмулировать это значит что вы сможете переключать между окнами вида вверх там слева да и там в камеры с вид с камерой сможете переключать через через управление на клавиатуре сверху над над буквами над обычный вот вот 1 2 3 4 5 цифры а до этого по умолчанию вы смог могли только управлять на нампаде до в простонародье это называется калькулятор вот не удобно тянуться рукой возможно левой кто правша тянутся на на нампад поэтому я предлагаю тут тоже галочку поставить дальше если хотите можете тему сделать например light ну вот если вам так нравится посмотрите я пока так оставлю для любителей 3d макса да вот я просто сам перешел из 3d макса и не жалею абсолютно не жалею вот так между прочим для справки теперь но дополнение если вдруг кто вообще не знает новичок только что начал работать блендер я могу сказать что здесь можно включить различные дополнения для того чтобы сделать нам первую часть урока нам не понадобится выполнить первую часть урока нам не понадобятся никакие дополнения поэтому я пока не включаю так сын потом мы разобрались аддоны я показал теперь давайте интерфейс в интерфейсе есть возможность изменения языка интерфейс смотрите я включаете я никогда не перевожу все давайте сейчас выберу язык русский я не перевожу вот абсолютно все видите все перевелось я эту галочку снимаю для чего и она у меня все на английском но при наведении подсказка у меня на русском она как бы переводит все что ну не как бы а действительно переводит все что написано на английском таким образом вы сразу изучаете английский знаете как правильно пишется на английском то есть как от разработчиков до первоисточника вот и при этом вам все понятно поэтому я предлагаю так и оставить вы конечно смотрите сам хотите переводите абсолютно все ну что поехали и так вот теперь у меня есть управление и я да кстати кто не хочет вот такое управление вот вам управление с помощью иконок зум камера ортогональная проекция перспектива пэн я по-моему сказал уже и вращение то есть все с помощью иконок теперь смотрите еще я настраиваю обычно немного вид как будут выглядеть мои объекты мне нравится работать в маткапе всегда даже если я не занимаюсь культом так я включаю глину себе но вот здесь я выбираю отображение цвета рандомная и у меня при копировании объектов каждый последующий объект смотрите будет другого цвета как вам да вот и когда их очень много то они очень интересно выглядят все разного цвета и при этом вы ничего не сливается такую серую массу как это было когда-то в блендере к сожалению так это выставили плюс я вид каркасный тоже сделаю чтобы он не был серенький викили черненьким совсем я тоже иду сюда то есть я выбрал каркас иду вниз выбираю рандом и у меня теперь тоже самое аналогичное смотреть выберем объект д д д д д д д д д видите разные цвета очень удобно все и будем оптикаться Поехали дальше Если мы нажмем на клавишу N То здесь мы можем выставить точные размеры нашего объекта Давайте по X, по Y сделаем 6 метров А высота нашей комнаты будет 3 Все, да, если вдруг у вас по умолчанию юницы измерения не выставлены Давайте посмотрим У нас по умолчанию, если пойти вот сюда в юниты У меня метрическая система Меня это устраивает Если у вас будет какая-то другая, вы бы хотели бы метрическую То, пожалуйста, включите здесь Итак, мы выставили параметры Теперь я нажимаю 1 и смотрю сбоку Нажимаю 5 Ага, нету сетки Обратите внимание Нету сетки По умолчанию ее не бывает Это неудобно Что нужно делать? Нажимаете вот сюда Нет, не сюда Вот сюда И здесь выбираете Grid Все, теперь она есть Давайте нажмем на курсор, чтобы у нас он был Для чего? Я сейчас хочу поставить наш объект наверх Чтобы основание нашей комнаты было в уровень с нулевой координатой по Z Я начинаю двигать Но обратите внимание, я не могу точно выставить Что я делаю? Я удерживаю Ctrl И тогда включается привязка по умолчанию у меня к сеточке И вот видите Если бы я был вот на таком расстоянии То у меня была бы привязка сетка Стой, пардон, сейчас еще Вот То у меня была бы привязка вот так К этим квадратам Ну а так как я приближаюсь Давайте я приближусь С помощью Зажав Так удобнее У меня еще колесико подлагивает То здесь уже Обратите внимание Как все работает Смотрите Давайте создадим еще один бокс В этом уроке мы с вами создадим только стены Создадим толщину стен Прорежем окно И будет достаточно, я думаю Чтобы не делать его слишком длинно Можете пойти Смотрите, есть еще В Blender есть еще вид X-Ray Да, такой вид Я им часто пользуюсь Это вид Рентген, так сказать X-лучи X-Ray Нажимаем сюда На 7 И я вижу сверху Можно нажать Shift-A У нас появится меню Где мы выберем Что нам создать Mesh Еще раз создать Куб Смотрите, здесь по умолчанию 2 на 2 окно Да, ну можете конечно оставить Я буду делать Кстати, я могу теперь Уменьшать С привязкой По клеточкам Но мне нужно 1,75 1,45 Поэтому я Буду это делать здесь Смотрите, по Z Это у нас 100 Точка Ага Язык Другой 1,75 Ну такое стандартное Окошечко По Y Обязательно Должно быть 1,45 В ширину Да, вот есть А вот глубину Не имеет значения Потому что это Спомогательный бокс Который мы будем вырезать Давайте выберем Теперь я нажму на N Чтобы это пропало Давайте выберем Комнату нашу Смотрите И здесь В объектах Переименуем его В стены Ага Там по-моему У нас английский стоит Мы Родину любим Да Пушкина уважаем Нажмем Выберем стены Смотрите Еще такой момент Когда переименовываете Тоже иногда Меняется Цвет объекта Так интересно Наблюдать за этим Мне это нравится Я вообще Не сопротивляюсь И не обижаюсь Разработчик облак Так Здесь Есть еще такая клавиша Хорошая Как shift B Смотрите Нажимаете Оп И вы приближаете Класс Смотрите Еще раз Shift B Раз Еще ближе Вот Я сейчас Немножко Отключусь Здесь Пускай будет Где-то Раз, два, три Сколько здесь 5 50 Ну пусть будет 50 Достаточно Вот так вот Оставляем Теперь я смотрю Сбоку Что у меня здесь Ага Вот что у меня Збоку Поднимаю Окошечко На метр Хотя давайте 90 Метр высоковато Давайте 90 Это стандарты Интерьера Архитектура Здесь будет 35 Нормально Теперь Смотрите Что делаем Нам нужно Выбрать Наш объект Наши стены Так сказать Идем В модификаторы Панель Вкладка модификаторов Добавляем Модификатор Который называется По-английски Bullion А если навести Нет Когда вы его выберете Уже еще одна особенность Вот написано Добавить процедурную операцию Эффект На активный объект Bullion И вот когда вы выбираете Смотрите как интересно Пишет Логический Вот то что я вам говорил Boolean Буллин Логический Мы уже знаем Что по-английски Boolean По-русски Логический При этом у нас Интерфейс английский По-моему это удобно Здесь мы выбираем Пипеточку И кликаем на наш объект Который будет Провязать Так сказать Здесь есть Difference Операция Union Объединение И Intersect Нас интересует Difference Difference Теперь смотрите Что мы делаем дальше Можно скрыть Выбрать наш Бокс И вот здесь Его скрыть А здесь скрывается Все Ничего страшного Мы Развернем И скроем Только Где у нас тут Наш Куб Вот Скроем только Куб Обратите внимание Как все Как получается Я скрыл Куб Нам не мешает Но при рендере Он будет Виден Давайте мы Вот здесь Сделаем так Чтобы и при рендере Он не был виден Это Есть Display Общий Display И есть Disable In Render Ставим галочку Disable И Render Давайте Вот так Вот лучше Воспользуемся Все Теперь он не виден Смотрите Если мы сейчас Создадим камеру Давайте Это сделать Shift A Камера Повернем ее С привязкой Ровно На 90 градусов Поднимем ее Тоже на 90 градусов Вернее Пардон На метр пятьдесят И вот сюда Поставим И сверху Глянем Камера У нас По умолчанию По моему 50 миллиметров Угол Вот Давайте Сделаем 24 32 Это для кино 24 Это для Интерьера Теперь мы можем Посмотреть в камеру Нажать ноль Ага У нас осталась Другая камера Вот она Первая Кстати Она создавалась Еще по умолчанию На английском языке Теперь же Камера у нас На русском Вообще Все объекты Которые будете Создавать новые Будут на русском языке Потому что У нас Наполовину Переведен интерфейс Выбираю эту камеру И удаляю Теперь я выбираю Эту камеру Где она Нажимаю Ноль И попадаю В ней X-Ray Давайте Отключим И мы видим Смотрите Как некрасиво Вот это Куб торчит Что сделать Чтобы его не стало Все просто Надо Вывернуть Нормально Давайте Сделаем Вот так Это я перешел Сейчас нажал Таб И перешел В редактирование Вершин Теперь я Выбираю Все вершины Нажимаю Mesh Выбираю Нормали И делаю Flip Дальше Я выхожу И вот у меня Снова этот Куб Ну ничего страшного Зато А я точно Сделал Flip Давайте еще раз Посмотрим А Пардон Flip Флипом Но я не настроил Еще одну вещь Вот здесь В просмотре Нужно было поставить Баг Face Cooling Вот Теперь у меня Уже настроен Теперь я прихожу Вот сюда Давайте выходим И вот такая У нас получается Вещь Смотрите Что это такое Это Как бы подоконник наш Но он не в ту сторону Смотрит Согласны Да Что мы делаем Сейчас Смотрите Мы Возвращаем Наш Нет Куб Наш Возвращать Не нужно Выбираем Наш Бокс Давайте снова В камеру И вот здесь В инструменте Ключик такой Это модификатор И мы применяем Еще один модификатор Добавить еще один модификатор Добавляем Solid Fire Толщину И меняем И меняем их местами После того Как вы поменяете Местами У нас Первым Применится Объемность Solid Fire Вторым Будет логический И таким образом У нас будет Стена Более адекватная Так сказать Сейчас я Объясню Что я имею ввиду Смотрите Смотрим сбоку Теперь У нас не будет Вот этот бокс Выпячиваться Вот тот Который только что Был Вот давайте Я снова поменяю И вы увидите Смотрите Ну зачем нам Такой подоконник Да еще и Непонятно Как это выглядит Все Мы Снова меняем Местами Два модификатора А теперь Заходим В объемность И здесь Толщину Начинаем Увеличивать Толщину стены Можно посмотреть Каркасный вид И покрутить Видите как Теперь все получается У нас Сверху смотрим Вот она Красота Вот она Толщина стены Ну у нас здесь 40 В принципе Это нормально Для То здесь будет 25 Не совпадает Но вот так вот 23 Это 40 И меня Устраивает Я смотрю В камеру Да Камеру можно Немножечко Отдалить еще Вот так Подвинуть Сюда И посмотреть Вид Вот так Вот так вот Господа Мы с вами Давайте сохранимся Есть пол Стены Окно У нас Нажимаем Save Blender Файл Поверх Я не переживаю Сколько я там записал Вариантов Не важно Сверху Перезапишем Еще один Но не на проект Но не на проект И наша первая часть Подошла По концу Вам Для вас Стены Что у вас получилось Давать такой Фидбэк Или рефлексия Как это Мы говорили В старину Стены Окно Толщина стены Мы сделали Камеру Настроили Вид И подготовили Себе Работу Подготовили И настроили Интерфейс Для работы То есть Программы Немножечко Отошли От заводских Настроек Я вас Поздравляю С прохождением Первой части Пока Подписывайтесь Ставьте лайки С вами был Романенко Евгений На Blender Rules Продолжение следует